Здравствуйте! Меня зовут Арина Мороз. Это программа «Настоящее время». Герой нашей сегодняшней передачи стал известен после картины Кирилла Серебренникова, изображая жертву Юрия Черсин, магические и таинственные. В настоящее время он актер Московского художественного театра, но это совсем другой Черсин. Сегодня с Юрием Черсиным говорим о тайных желаниях. Изнасиловать им мозг, как-то оставить в два дня в шоке, без слов. О следующей роли. Я играл человека в костюме креветки. И о любви. Нет, вы на эту тему не шутите. Почему? Скажи, а когда ты пришел в Амхат, у тебя был какой-то генеральный разговор с Табаковым? И что он тебе сказал? Он сказал, что он берет меня в середине сезона, но это исключение. И что если я задумаю уходить, то лучше, чтобы это было в конце сезона. Как ты себя сейчас ощущаешь в Амхате? Насколько тебе здесь комфортно? В Амхате очень комфортно. У меня вот сбылась одна из мечт, работать в разных абсолютно материалах. И это получается. Потому что как-то так вот организм создан, что при долгом рассмотрении одного предмета, интерес к нему пропадает. Поэтому есть великолепная возможность все время менять какие-то предметы. А как же с такой установкой-то семью строить? С какой? Или это только театр? Ну и при рассмотрении одного предмета долго, интересно... Нет, ну как семья? Семья это же совсем как бы другое. Я пошутила. Да, но... Нет, вы на эту тему не шутите. А почему? Потому. Нет, это все только вот от какого-то... Ну, если говорить про семью, да, то мальчики за что отвечают? За какую-то семью, да, и за какую-то охоту. Вот мы сейчас обсуждаем охоту. А семейные установки достаточно крепкие и подлежат только развитию, но никак не перемене, никакого... Интересно, как можно потерять интерес к своим детям, потерять интерес к своим родителям? Это же какие-то нереальные вещи. Нет, только к работе. Внутренне зажигаешься от изменений. Внутренне зажигаешься, если сегодня комедия, а завтра триллер. А, нет, нет, почему, мистер президент, что? Я извиняюсь. Я, в принципе, думаю, мы сегодня без хлеба обойдемся. Чурсина прославила превращение из жертвы в преступника. Фильм Кирилла Серебренникова – первая большая роль в кино. Но пока только в театре можно понять, насколько Чурсин может быть разным. От Треплева в чайке до комедии Примадонны. Девочка моя, любовь, любовь – это... Это как удар на молнии. Как взрыв. Когда ты платишь от себя, все не боя. Одновременно. Когда каждую секунду ты ждешь встречи. Аж так не требует начать ночь. А расскажи про Примадонны. Как вообще ты попал в этот спектакль, который, казалось бы, с тобой совершенно несопоставим? Спектакль Примадонны. Любезное приглашение по Жене Писарева. Он пригласил это делать, это играть. И мы вместе пытались перебороть как-то этот материал. И как-то из него сделать легчайшую комедию. И оба стояли за то, чтобы зрителю дать возможность насладиться какими-то счастливыми минутами жизни. А не изнасиловать им мозг. И как-то оставить в два дня в шоке без слов. Который человек, когда он не может общаться ни с кем. Как-то хотелось подарить людям совсем... Прям совсем пусть делают скидку на то, что это какая-то глупость, дурка. И что все это шутки. Но при этом, чтобы всем было радостно и светло. Режиссер Кирилл Серебренников заметил Юрия Черсина в спектакле «Каликулы». И пригласил его на роль в откровенных полародных снимках. Дальше спектакли «Лес», «Господа Головлёва» и фильм «Изображая жертву». Скажи, а какие у вас сейчас с Кириллом отношения? Они вот переросли из рабочих во что-то больше? Ну, они всегда из рабочих перерастали во что-то больше. Но с каждой работой они как-то изменяются в зависимости от того, какой материал и чем занимаемся. Ну, получается, что, в общем, Кирилл – это такая твоя путеводная звезда. Ну, не только Кирилл. А непосредственно с Кириллом какой-то происходит, ну, как бы, творческий поиск, что ли. Происходит работа ради творчества. Не происходит никакого одолжения, не происходит никакой обязанности, ну, ничего этого нет. А если вы встречаетесь и говорите не о работе, то о чем? Ну, какая-то общая, так сказать, медитация на один предмет происходит, и в зависимости от этого происходит общение. А любишь медитировать? Ну, как бы обдумывать работу, то есть как-то сосредоточить свое внимание на тех или иных вещах, чтобы понять, как это делается. Я знаю, ты Японию любишь, да? Японию люблю. Да нет, я все люблю. Не обязательно какую-то Японию. Сейчас я увлекаюсь исключительно славянскими какими-то мотивами. Но обычно актеры – это связано все-таки как-то с ролью, да? Нет, у меня с ролью это не связано. Я, наоборот, пытаюсь как-то роль подвести к тем или иным темам, которые сейчас кипят в душе. И как-то найти в том материале, который приходит, выход для какого-то общения на те или иные темы. Ну, вот, например, спектакль «Господа Головлева», который начинается, то есть пронизанный всяческими историями, которые издавна на Руси кочуют. Ты, добра молодца, в неволе сить учи, все писал, да все писал, письмо отцу дару матери. В настоящее время Чорсин занят в пяти спектаклях художественного театра. Это в кино он хиромант, странный парень, жертва или убийца. Табаков дал Чорсину гораздо больше шансов. Таких же ролей он хочет в кино. Я бы хотел сыграть в кино про настоящее. Я бы выбросил все темы про маньяков и про уродов. Стал бы делать про людей. И в кино хочется играть про какие-то вещи, которые в жизни человека на самом деле играют. Какие-то решающие роли, какие-то события, которые изменяют жизнь человека. Несколько, конечно, чехов в этом во всем, конечно же, есть. Но мне кажется, что уже от такого засилия, странности уже немного, мне кажется, зритель подустал. И уже это не вызывает никакого эффекта странного. То есть уже никакой странный человек не может вызвать интерес. Поэтому хочется сыграть какого-то нормального, обычного человека. А с Кириллом Серебренником у вас нет никаких планов? Пока нет никаких планов. Пока все вот в той работе, которая сейчас делается. А киноработы... Ну вот мы сделали комедию с Человеком-креветкой. Это маленький короткий метр. Спродюсировал кто-то проект на несколько, по-моему, 7 или 8 короткометражек про любовь. И дали очень разным режиссерам снимать короткий метр. И вот Кирилл проучаствовал в этом проекте, проучаствовал немного даже как бы с экспериментом, потому что снималось все... Там несколько сцен без монтажных. То есть снималось 4 дня, каждый день был снят одним кадром. Длинными, длинными, длинными проходами. Когда брали крупный план, подбегая к артисту, выбрасывая другого артиста через реку. Ну, в общем, какое-то все время происходил такой экшен без монтажа. И хочется, конечно, уже посмотреть, что это такое, что из этого получилось, как все это вышло, потому что, конечно, было там какая-то безумная неделя. Это комедия? Это романтическая комедия, в которую Кирилл Серебренников, конечно же, внес в свои кровавые поправки. Ну, ты там играл комедийную роль. Да, я играл романтика. Последнего романтика. Я играл человека в костюме креветки. Ты знаешь, вот после твоих каких-то киноролей у меня было одно представление. После театра абсолютно другое. Вот что, какая роль ближе к тебе? Самая близкая вот тебе настоящему? Ко мне настоящему, наверное, отсутствие какой-либо роли. А какой ты? Какой я? Я не знаю, какой я. Я вот стараюсь быть совсем никаким. Не в том смысле, что оказаться каким-то пустым сосудом, который может преобразоваться, или пластилином. А в смысле не таскать с собой то, что мне рассказал кто-то другой. А как-то пытаться осмыслить происходящее вот сейчас, здесь, и больше никак его... Ну, как бы, ну, искать в нем гармонию и преображать его вот в какое-то вот состояние гармоничное, прекрасное и красивое. Но сейчас не так, как это там придумали мои родители, не так, как придумал какой-либо режиссер или создатель той или иной театральной системы. А вот, ну, как бы, вот то, что сейчас происходит. И вот это вот мне ближе всего. Я хочу тебе пожелать такой роли в кино. Спасибо большое. Я тоже ее себе очень-очень желаю. Очень хочется. Игорь Негода. Игорь Негода.